Всем привет, с вами Диктофон и сегодня мы поиграем в игру под названием Blondstead 6 и в этом видео мы уже будем проходить нашего элитного босса Blondarius на карте побережья, по-моему она называется, у побережья, ладно, немного попутал, а перед тем как мы начнем его прохождение, я бы хотел вас попросить, если вы еще не подписаны и не поставили лайк, пожалуйста сделайте это, это мне поможет в развитии моего канала, и я надеюсь, что и вам видео поможет в будущем вашем прохождении, поэтому давайте-ка отправляться на битву с элитным боссом и, не знаю, вот наверное по старинке, как обычно сюда поставим наш, нашу бесплатную обезьяну, так, стартуем, сразу же, ой, плод, плод нам не нужен, сразу же мы размещаем нашего Бенджамина и размещаем нашу первую ферму, и как раз таки сейчас будем уже определяться с ее названием в этом видео, так, в рандомайзере мне выпало число 7, а уже седьмой комментарий, это у нас была ферма комиксов, так что, видите, у нас сегодня интересна на самом деле ферма комиксов, расскажите, кстати, в комментариях, как вы относитесь к комиксам, читаете ли вы их в интернете, или же, может быть, у вас есть большая коллекция комиксов, лично я в детстве помню, когда выходили карточки Человека-паука, я их не коллекционировал, коллекционировал мой двоюродный брат, и потом мне он, в принципе, подарил их, куча карточек, было прикольно, а также, вот уже, что я коллекционировал, это карточки Черепашек-ниндзя, вот это я понимаю, это мне прям жуть как нравилось, очень так интересно, я любил Черепашек-ниндзя, а тут у меня там была реально так гигантская коллекция, но при этом, кстати, в этих журналах я, как таково, никогда не читал комиксы, мне почему-то, как таково, это никогда не интересовало, и единственное, что меня сейчас интересует, а где они, как бы, сейчас, потому что у меня в детстве столько всего было, куда это все пропало, потому что, ну, лично я, по-моему, ничто из этого не выбрасывал, а если мама на отдавала это кому-то, конечно, обидно, ну да ладно, а так, я не знаю, может быть, если вырасту, точнее как, я вырастет, а я вырасту, если я вот буду прям так хорошо обеспечена, я буду стараться все делать, чтобы именно так и было, то, может быть, у меня будет своя коллекция комиксов, буду их когда-нибудь читать, может быть, кайфовать, надеюсь на это, так, пора бы нам прокачивать нашего инженера, потому что, смотрите, уже проблема, уже прям жестко начали все проходить, так, двойной пистолет нам нужен, двойной пистолет, все, теперь уже полегче будет, но все равно 32 хп, это как-то маловато, ну, при этом у нас уже 10 раунд, и что я вам могу сказать, я решил посмотреть видео, как другие люди проходят, в принципе, дредблуна, там, вот других боссов, потому что мировоззрение надо поднимать, потому что вот я реально, я всех боссов прохожу, так как мне кажется, так как, в принципе, мне люди могут посоветовать в комментариях, то есть никак по-другому я и не знаю, а тут вот, в принципе, вот это вот полезно, ты вот смотришь, ты анализируешь, так, ага, то есть так реально удобнее, это даже не факт в том, что прям вот так вот подглядел, не подглядел, а просто, просто реально мозги лучше работают, потому что, когда ты знаешь несколько тактик, то уже для тебя получше, причем, что меня удивило, я посмотрел на разных каналах несколько прохождений элитного босса, на другой карте, дредблуна получается, еще когда были прошлые боссы, мне удивило, что вот реально у людей одинаковая тактика, которая, в принципе, как-то отличается от моей, я не спорю, может быть, она даже выгоднее, ну, моей, лучше, если она такая отработанная, что много людей ею пользуются, думаю, не просто так все это работает, ну, конечно, прикольно, когда вот ты как-то вот видишь, что люди проходят по одному способу, а я как-то так, хоба, и отличился немного, ну, ладно, все бывает, так, наши шары опять начали немного буянить и проходить, к сожалению, потому что сейчас я прокачаю у нас еще один рынок комиксов, и, наверное, поставим мы сюда Обзину Мага, что вон у нас тут дефал, оба, вон, не, ладно, чуть-чуть пролетит, не страшно, как огненную стену-то поставлю, вообще будет все круто, а я ее размещу-то 100%, потому что она нам пригодится, а, я здесь еще не прокачал нашу фирму комиксов, так, вот, и смотрите, на двадцать четвертом раунде у нас их уже три штуки, почти даже четыре, я бы сказал, потому что почти на четвертую я уже накопил, и дальше нам, наверное, надо будет копить на Алхимика, чтобы он у нас уничтожал свинец, чтобы мы с этого формили деньги, это для нас было бы очень полезно, а потом еще и шарлов поставим, ай, а, успел, ладно, конечно, прям не до конца, но успел, еще я ему еще поставлю на прочную, и вот так вот, во, все, пока что справляемся, все у нас тут хорошо, комиксы нам приносят монетки, зарабатываем, и поэтому я вот хочу сейчас порвать тактику, которую вот увидел по прохождению первого класса на других каналах, там люди использовали, сейчас, сформулирую мысль, они использовали кучу бомбометателей до грозы муап, и вот мне реально интересно, как у меня вот с этим вот получится, ну, пауки-то должно получиться, но я просто никогда так не пробовал пройти, так что было бы интересно посмотреть. Так, сейчас давайте-ка накопим наш шарлов, быстренько мы, в принципе, это сделаем уже в конце этого раунда, да, так все вышло, камуфляж пролетает, вот, все, теперь мы справляемся, дальше размещаем, прям вот реально, мы поставили всего один ящик в начале игры, а он нас реально безумно забустил, я уж в какой-то момент подумал, может вообще по два ящика использовать, ну, потому что они все равно окупаются, и при этом нашу игру облегчают в миллион раз, ну, ладно, пока так, поживем, это мне уж если я совсем оболенюсь, хотя, не знаю, иногда, может быть, и стоит это использовать, потому что иногда боссы очень сложные бывают, я так сейчас заметил, у нас уже 36 раунд, ладно, сейчас еще один рынок комиксов разместим, и все, вот теперь мы уже копим монеты для прохождения нашего первого класса, думаю, надеюсь, что у нас все получится, смотрите, ой-ёй-ёй-ёй, как же мы хороши с вами, мне это прям нравится, так, остается совсем чуть-чуть, вот это вот резину в золото, тоже можно бы прокачать, конечно, но пока что даже не знаю, так, 39 раунд, автостарт желательно бы уже нам отключить, так, здесь вот получается куда-нибудь, ладно, живем, все нормально, так вот мы прокачиваем, так вот делаем, здесь нам надо липкую бомбу поставить, а все остальное мы уже будем застраивать вот так вот, не знаю, что у нас именно из этого выйдет, надеюсь, что все хорошо, так, и давайте-ка стартовать, в любом случае деньги мы сейчас зарабатываем немаленькие, так что думаю, что быстренько накопим на эту прокачку, потому что там вот, знаете, люди их прям много размещали, может быть штук 10, потом посмотрим, как у нас все это будет, может быть это реально выгодно, но пока что у нас тут первый слой, иммунитет к обычным, так что мы еще не видим как такового преимущества, ой-ёй-ёй, я даже убийцу мапчин поставил, ну ладно, слушайте, тут все равно когда скиллов с одной стороны, так что может быть для нас это даже получше будет, и смотрите-ка, мне кажется, мы реально сейчас хорошо прям справляемся, прям хорошо уничтожаем, офигеть, ладно, опять убийцу мапчин, ладно, и все, офигеть, ладно, да это что-то много, ладно, я просто, может быть, в маленьком шоке, что это реально рабочая тема, причем очень, очень рабочая тема, если так можно вообще выразиться, все, круто, прошли на изи, реально на изи, офигеть, так, сейчас вот это мы все продадим, еще сейчас денег наварим, 30 тысяч, круто, здесь бы я бы у нас поставил примоглев, пускай он будет, чтобы нас дефал, постепенно надо будет заниматься флебустьерами, хотя у нас уже, в принципе, хватает на один такой прям хороший флебустьер, вот так вот мы, ой, не хватает немного, о, хватает, так, все, ставим, сейчас сюда к нему деревню разместим, вот эти 5 рынков комиксов я бы продал, потому что они не такие уж прям и выгодные, они у нас на начальном этапе были, сейчас мы можем получше, и вот таких вот попрокачиваем флебустьеров, так что мне кажется пока что прям все у нас идет здорово, но единственное, потом надо будет определяться, как нам проходить, чем точнее проходить второй класс, ну и так далее, так, я бы у нас автостарт бы все равно отключил, потому что тут еще надо много следить, а торговое судно, это кстати выгодно на самом начале, потому что, особенно под бафом деревня, уж тут скидка прям неплохая идет, вот, ему уже, вот, видите, там аж скидка целых 400 монет получается, то есть все равно это здорово, так, торговое судно, штук 20 получается мы разместим, а потом уже их наверное будем прокачивать, потому что дальше ведь баф уже не идет, вот, ну и пока что вообще успешно справляемся, к счастью мы с вами, без каких-либо проблем, правда уже остается меньше десяти раундов с лишнего класса, ой блин, персональный надбавку прокачал, ну ладно, мы все равно в принципе, мы бы уже, мы уже постепенно к этому приходим, нам остается всего один флибустер, вот такой вот, все, давайте теперь персональные надбавки качать, конечно же сначала мы их будем качать в радиусе нашей деревни, получается экспресс доставка комиксов, по воде, а потом они уже будут продавать их на суше, взятный инженер тоже молодец, смотрите, давайте золото в резину тоже мы с вами прокачаем, дополнительные монетки, это для нас здорово, жесть, на самом деле меня так удивляет, как мы так быстро стали с вами зарабатывать, прям идем, 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 и хорошо ведь идем, так, где-то на раунде пятьдесят шестом мы уже начнем копить на прохождение, это в принципе-то нормально, есть еще все шансы, есть еще куча времени, так вот, или же давайте, наверное, докачаем все персональные надбавки, тут их осталось четыре штуки всего, то есть вот сейчас вот мы как раз-таки все это и доделаем, вот, все, двадцать штук персональных надбавок есть, плюс у нас есть рынки комиксов, которые, может быть, нам стоило продавать, ну ладно, пока так будет, они нам все равно дополнительные жизни приносят, и деньги мы прямо сейчас с вами получаем хорошие, уже есть тридцать тысяч, на втором классе мы, наверное, будем ставить наше воплощение ярости, потом добавим еще меда к нему, по деньгам нам явно должно хватать на все, потому что у нас уже, уже все хорошо, восемьдесят девять тысяч, так, тут мы продаем, потому что мы сейчас вот здесь будем все у нас размещать, хова, сюда, сюда, вот сюда, вот сюда, так вот, у нас тут четыре получается, ой, хотел деревню поставить, вот, если мы сейчас так радиус увеличим, да, все у нас еще и в радиусе получаются, еще что-то алхимика им поставим, в дополнение ко всему, так, вот такую вот прокачку делаем, так тоже мы делаем, и готовимся тут еще потом ставить нашего меда, пока что, вообще должны идти спокойно, ну, за раунда два, еще накопим на меда, так, пока что дефаем, тут сейчас очень много шаров идет, все нам хотят помешать максимально, двадцать тысяч нам остается накопить, ой, 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 подождите, тогда мы перезайдем и сейчас быстренько продадим наши рынки, вот так вот, мы все делаем и теперь пробиваем, ну, потому что эти рынки нам сейчас уже не прямо сказать настолько уж полезны, а сейчас, если мы сразу же вложимся, то будет прям большое преимущество, так вот, сейчас, тащим, тащим, и теперь сейчас будет последнее, очень много урона будем наносить, все, второй класс, смотрите, тоже на изи прошли, потом остается думать, как нам проходить следующий, так, ладно, это мы, может быть, пока что ставим, потому что хуже от этого у нас не будет, а чтобы нам тут еще подумать, конечно, флюбустеры, это круто, это очень хорошо, но теперь нам надо бы их забафать, наверное, уже нашими центральными рынками комиксов, пока что мы не торопимся создавать наш Абзенополис, я об этом уже рассказывал, прохождение обычного босса, что теперь, ну, я тогда реально почему-то торопился создавать после второго, чтобы, типа, к третьему классу у нас уже был Абзенополис, а сейчас я как-то вот реально почитал ваши комментарии, ну, и понимаю, что, блин, это не так уж и важно, на самом деле, это, чтобы он нас сразу же существовал, так, и все, заработок просто поплыл, вот тут у нас сейчас еще флюбустеры должны помогать, так что прям пока все по плану, здесь всего один будет, ну, хотя бы один уже хорошо, теперь вот здесь будем размещать, конечно, вот к следующему классу нам надо бы уже создавать парагона, потом вот будем смотреть, что-то как у нас с ним успехи, в любом случае у нас еще целых 15 раундов, ну, потом пока он еще будет этот босс идти, еще успеем денег накопить, немного, потом посмотрим, есть что там, продадим, не впервой, так, ого, еще центральный рынок, комиксы, слушайте, прибыльное дело, комиксы, они ведь в основном в Америке популярны, но они оттуда и пошли ведь, в Японии манго, о, еще тут есть, оказывается место, и у нас, мне кстати, мне сейчас очень нравится, что русские комиксы сейчас тоже стали хорошо публиковаться, у нас есть несколько таких издательств, ну, по крайней мере, я знаю про одно, и там вот реально придумывают свои комиксы, и рисовка вроде бы прикольная, да и вроде бы они довольно-таки популярны, так что, на самом деле, вот прям, в таком плане радость появляется, когда видишь, что, типа, мы не отстаем, ну, точнее, мы отстаем, но пытаемся наверстать все вот это вот, тенденции, что, мы-то в принципе не хуже, мы тоже умеем что-то создавать, что-то интересное показывать, это прям, меня очень радует на самом деле, всегда. так, я как наставлю этих флибустеров, мне кажется, мы запросто создадим нашу владыку плазмы на этой карте, ну, по крайней мере, пока что все ведет к этому, так, сейчас у нас еще целых 10 раундов, во, зарабатываем, тратим, еще зарабатываем, еще тратим, так, всего 10 раундов, ну, за эти 10 раундов, мы вот сейчас реально, докачаем наших флибустеров, и они, они, нам должны, наверное, каждом раунде приносить, ну, больше 50 тысяч, они уже, в принципе, приносят под 50, когда мы их всех поставим, которые вот я смогу, тогда будет прям все на высшем уровне. так, тут ничего нигде не поставить, получается, остается нам только здесь, сюда, что-то я понимаю, все застроили, и мне так спокойно, что я не хочу создавать наш Эбзенополис, я вот реально сейчас в нас верю, меня больше всего радует, так, вот еще, нечаянно скилл бенджами завязал, во, 74 тысячи нам под конец сейчас выдало, и это получается вот, очень много, то есть мы сейчас, к 80-му раунду, как ультанем, и все, так, ну слушайте, вроде бы все заставил, все застроил, поэтому все, теперь уже официально переходим в режим накопления, мы, конечно, можем вот так попрокачивать, вот так поделать, для нашего будущего парагона будет хорошо, но при этом мы сейчас будем тратить деньги намного меньше, чем мы их будем получать, так что, мы просто потом упрощаем себе жизнь на будущее, я даже пока что автостарт включу, потому что пока что у нас и с ним, ничего опасного-то не произойдет, тем более я вот говорю, я тут сейчас, их так напрокачивал наших флюбусеров, что они должны очень хорошо дефать, так, тем временем у нас уже имеется 250 тысяч, что меня очень радует, ой-ой-ой-ой, ладно, постепенно пора бы у нас уже отключать автостарт, потому что прям, все полетело, все пошло, но при этом посмотрите, у нас уже почти полмиллиона монет, то есть мы прям в самом начале уже можем поставить владыку плазму, у меня такого давно, по-моему, не было, прям как-то так, все слишком хорошо у нас проходит, очень легко, шары хоть там пытаются пролетать, но далеко у них не получается, потому что тут есть мы, а мы очень крутые, вот это я понимаю, за 20 раундов мы что-то очень хорошо прокачались с вами, так, я продаю, тебе тоже продаю, так вот делаем, автостарт отключаем, готовимся создавать наши снова, ну, точнее, ярости, сюда, там что-то было белое, вот сюда, вот сюда, вот так вот, вот так вот, потом, здесь у нас будет мэтт стоять, а владыка плазмы, я, наверное, куда-нибудь ее вот сюда размещу, я на самом деле не уверен, хорошее ли это для нее место или нет, ну, в итоге проверим, по крайней мере на этом классе, мне кажется, этого будет предостаточно, так, и все, создаем, тридцатая степень у нас имеется, я бы тут у нас два флейбусиера переставил, на вот таких, чтобы они у нас урон набивали, чтобы мы к сотому раунду уже спокойно нашу, наш морской наварок поставили, так, все, нам сейчас самое главное пробить вот этот вот, первый слой, дальше у нас ладыка плазмы, думаю, разберется совсем, тяжеловато, ну ладно, нет, нормально, пока нормально, постепенно все равно идем, дальше, конечно, уже будет полегче, во, все, щит снесли, курсор нашли, сейчас ладыку плазмы еще выпустим, во, все, пошла, поехала, жара, вы посмотрите, вот это я понимаю, все, третий класс тоже успешно пройден, теперь что я нам предлагаю, это вот мы все продаем, потому что что, потому что здесь мы будем создавать наш обезьянополис, так, вроде все лишнее продал, вы нам все тоже больше не нужны, так, вот деревню, как-нибудь вот сюда, наверное, вторую вот сюда, и у нас теперь вообще нет никакой проблемы с деньгами, следовательно, мы вообще можем это спокойно все размещать, на 700 тысяч доступно, я только сейчас это заметил, мы еще разгон сможем использовать, даже не сможем, а, наверное, сделаем, так, сюда, сюда, и здесь помещается, так, и здесь помещается, еще сюда разместим, ну, как-нибудь вот сюда, так, инженера, вот сюда, у нас будет такой крутой еще этот, взянополис, так что, мне кажется, у нас здесь прям по заработку все будет очень хорошо, с этого раунду создадим морской наварха, ну, блин, придется заново размещать всех влебустьеров, конечно, может быть, это уже не так уж и обязательно, потому что по деньгам у нас уже все очень хорошо, так, сейчас ждем, когда у нас разгон появится, появился, создаем, все забрали, 11 ферм наших комиксов в нашем сейчас обезьянополисе, так, он до сих пор под эффектом, да, сейчас бы я его уже продал, хотя его можно было использовать для нашего централа комиксного, это может быть сейчас верну, так, эффект все еще действует, то есть не посмотреть, как нам лучше размещать, вот они должны, в принципе, все равно в радиус-то попадать, вот здесь вот так у нас будет, здесь централ, вот здесь мы можем, в принципе, тоже поставить, даже если не будет в радиусе, он, во-первых, будет в радиусе до вот этой деревни, тоже под бафом, и хотя бы деньги будет забирать у нас обезьянный Уолл-Стрит, и остается у нас еще 100 тысяч монет, теперь можем начинать спокойно, вообще, сейчас столько будем денег зарабатывать, ребята, больше 100 тысяч 100%, ну, мне так кажется, смотри, сейчас у нас 247 тысяч, если я даже автостарт отключу, чтобы мы проверили, было 247 у нас тысяч, понятно, ну, у нас получается 130 с чем-то тысяч мы с вами получаем, как по мне это очень хорошо, 130 тысяч за раунд, вот это я понимаю, конечно, если бы мы там постарались, там еще что-то добавили, мы бы зарабатывали еще в разы больше, ну, надо ли нам сейчас это все, ну, я так прям не думаю, мы все равно уверенно с вами сейчас все проходим, без каких-либо проблем, у нас еще 9 раундов до следующего класса, нам самое главное просто сдать нашего морского наварха, ну, по деньгам нам не только на него хватит, может быть, нам сразу же опять хватит на нашего, как он называется, вознесенную тень, ну, вот я только не знаю, стоит ли нам ее ставить или нет, может быть, реально поставим, ну, потому что нам денег реально хватает, ладно, будь что будет, все-таки элитный босс, он тоже не такой сложный, мы с вами так прокачались, что все должно быть здорово, давайте тут вот так, пускай у нас алхимик тут тащит, пока что он не тащит, ну, ладно, пускай он будет у нас тащить, полтора миллиона уже накоплено, большое спасибо, к сотому раунду 2 миллиона должно быть у нас, так что вознесен на тень будет, а если бы у нас был бы еще самолет судного дня, было бы вообще все здорово, так, сейчас посмотрю, проверю, просто у меня смонтировалось видео по обычному боссу, потом я сейчас его отправлю загружаться на YouTube, пока мы тут еще играем с вами, чтобы все было максимально эффективно для вас и для меня, так, два раунда, один раунд, ладно, хоба хоба, 2 миллиона 147 тысяч у нас сейчас имеется, создаем без каких-либо проблем, 63 степень, это даже еще покруче, чем у нас была на обычном боссе, и теперь давайте еще вознесенную тень мы создадим, деньги нам это все позволяет сделать, больше я даже не буду размещать флибустьеров, потому что у нас тут есть наш обезьянополис, который уже как бы крутой, он нам уже принесет очень много денег, в случае чего, ну если будет прям какая-то проблема, пока что у нас их точно нет, но если вы хотите заработать еще больше монет, то вы конечно на оставшиеся деньги можете продолжать возобновлять ваших флибустьеров, и тогда получите вот реально очень много монет, это пока что ставлю наших обезьян ниндзя, до липкой бомбы, чтобы вознесенная тень была все-таки такой у нас, прям хорошей степени, ну вот так и будет, деньги то у нас и позволяют, то мы тоже продадим, наш маг держался почти с самого начала игры, был молодец, я ему благодарен, ну теперь мы уже идем дальше, и нам надо развиваться, так, сюда идем, продолжаем размещать наших обезьян ниндзя, и вот знаете, если вот сравнивать по сравнению с вортексом, который вот был на прошлой неделе, это прям небо и земля, прям такая небо и земля, что сейчас в разы легче, в разы комфортнее, и вот в это реально сейчас играть поинтереснее, когда ты понимаешь, что все в твоих силах, когда ты понимаешь, что не сказать, что прям легко, а все дело в том, что мы реально немного стали уже прошаренными, что нашего скилла хватает, а на вортексе, который он там был, то там уже дело не в скиле, а в том, как там будешь с ума сходить, ну потому что там уже что-то это, что-то неадекватное получалось, как по мне, так, ну штук 30, я так думаю, у нас уже есть, сейчас еще чуть вот поставлю, и будем уже создавать, вознесенную тень нашу, все, давайте-ка, три парагона на сотом раунде у нас имеется, тридцать первая степень, тридцатая и шестьдесят третья, то что наверно дредблун сейчас офигеет, оба, сносим ему быстренько, так, ну тут конечно морской навар не может атаковать, а фермы комиксов вы посмотрите, какие же они крутые, сколько же они нам уже принесли монет, все, поздравляю, четвертый класс мы тоже прошли, у нас остается всего один лишь класс, так, автостарт я включу, и вот я не знаю какого бы нам парагона там поставить, может быть реально разместим, ну мастера строителя не хочу, но он слабый, он реально слабый, мне вот это вот прям не нравится, против парагонах он вообще не какущий, или же поставим его, ну потому что, блин, его легче разместить, чтобы он у нас был нормальной степени, ну ладно, если так есть, у нас пока что есть время, буду так вот создавать их, подарки не все соберу, ну и ладно, хоба, хоба, сюда, сюда, продолжаем, еще целых 9 раундов, офигеть, мы еще многое с вами успеваем сделать, успеем, подарки не успеваем, вот только забирать, но это уже не так, тяжело, мне кстати вот часто спрашивают, что мне за снаряды такие, например, у владыки плазмы белые, а не плазма, как у нее обычно, почему мне падают подарки, дело в том, что в игре есть различные ивенты, там типа Новый год, Хэллоуин, там Пасха, еще вот что-то, и когда вот эти вот ивенты происходят вместе с реальной жизнью, в магазине трофеев появляются новые товары, которые ты можешь купить, и они ограничены по времени, то есть, пока сам вот идет этот праздник, там дней 10 дается, ты можешь купить эти товары, потом они конечно будут, в следующий раз будут доступны в следующем году, на этом же празднике, поэтому, я как раз таки, вот то, что вы сейчас видите, я покупал их в Новый год, поэтому вот так вот, теперь вы знаете побольше, ну все, смотрите, сейчас будем создавать, хоть не 30 степени, но все равно будет такая хорошая, два часа, все, давайте проходить, смотреть, все должно быть здорово, 12 миллионов с половиной хп у него, пока что вроде проходит, нормально, ну, единственное, самое сложное, наверное, это будет, иммунитет к военным, потому что это же как, морской наварк наш невероятный, не сможет атаковать, хотя даже сейчас, смотрите, пока прям, спокойно мы ему уже отняли, большую часть этого щита, так, и сейчас у нас уже вознесенная тень, не сможет двигаться, ну, поэтому, смотрите, прям нормально, прям хорошо пробиваем, и вот следующая уже будет самая простая, как по мне, тут сейчас будет прям большой урон, от всех четырех парагонов, что у нас имеются сейчас на карте, пум, поздравляю нас, без каких-либо проблем, на самом деле, мы прошли элитного босса, по-моему, он даже вышел полегче, чем обычный, неужели ящик так зарешал, поздравляю, дредблум побежден, башен размещено, 223, получено денег, 6 миллионов 100 тысяч, ах, это очень много, а вы представляете, если бы я еще поставил этих флибустеров, у нас бы сумма до 7 миллионов поднялась, офигеть, обзор на звезда, наш морской наварх, 15 миллионов урона, и смотрите, нам флибустеров, как на прошлой битве, так и на этой выдали, неплохо, неплохо, закрыли, нашего, даже элитного босса, без каких-либо проблем, я этому очень рад, а на этом я буду заканчивать это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а с вами был Диктофон, всем удачи, и всем пока! До свидания!